Уличные драки А что-то вообще с ней вступал разговор Я со стороны русского блогера Зачем вообще заниматься этим блогерством Это что за профессия такая Это что, ты продаешь свое лицо и свою манеру говорения Плюс свою аудиторию То есть заплатят, ты скажешь все, что угодно Или что это за профессия Это что, новая журналистика такая То есть лицо без образования, некомпетентное Говорит обо всем, о чем вздумается Еще начинает там собачиться с кем-то Выслушивает оскорбление Отвечает оскорблением Оскорблением на оскорбление И это в порядке вещей, что ли Еще и стрелку забивает Вы что, дети, что ли Даже с детьми это все проходит в самых отвратительных вариантах То есть надо понимать, в каком случае вообще можно затеваться с какой-то там дракой И зачем, вот зачем встречаться с совершенно мерзостной жирной свиньей И забивать ей стрелку Ну, вы же понимаете, когда он был маленьким, он с мамой придет Но если не с мамой, то с компанией Подобно же его, но постарше, да, или там посильнее Ты один придешь, их придет трое Ты решишь втроем прийти, их придет десять Но они же всегда только так То есть бандиты и по-другому не могут И не должно быть непонимания того, что дикари остаются дикарями У них нет представления о чести Это не рыцарский турнир какой-то Ты на рыцарский турнир, что ли, вызываешь? Ну, подожди, ты чего? Ты тренировался, ты знаешь какую-то технику Ты объявил какие-то правила Кто будет победителем До какого момента все это До смерти готовы драться? Или до первой крови? Или когда первый упадет? И так далее У них же нет правил Ты же понимаешь, что у них нет правил Зачем же ты занимаешься этой глупостью? Ну, я понимаю, что по молодости лет Это возможно Ну, вот так кровь кипит Давай там встретимся Я тебе Ну, ты же понимаешь Ты же с чеченцем разговариваешь Ты не понимаешь, что ли, о чем идет речь? Эти, которые придут Ну, ты что, считаешь, что жирная свинья В одиночку придет И будет с тобой разговаривать И этот разговор Если он кончится потасовкой То ты его побьешь Потому что ты моложе, сильнее, выше А он просто свинья Ну, он моральный урод Зачем с ним встречаться? Даже если ты его хочешь побить Зачем с моральным уродом? Я понимаю, когда есть ситуации Когда, кроме как кулаком по лицу По-другому невозможно Но это не регламентированная встреча На это не вызывают То есть ты, если ты видишь Что там обижают слабого Если ты видишь, что оскорбляют женщину Если ты видишь, что оскорбляют русского человека Ты подходишь и бьешь в лицо И это понятно Это понятно То есть эта ситуация возникшая спонтанно Ты по-другому отреагировать не можешь Ты сопротивляешься какой-то несправедливости Но тут ты встречаешься с заведомым Ну, каким-то бесом, я не знаю Бесом, который вот воплотился Вот это отвратительное существо И ты считаешь, что вот этот мерзавец Ты его живым ублюдком считаешь Ну, а почему ты считаешь, что он Какие-то рыцарские качества проявит Что он действительно не придет с бандитами Которым Вплоть до того, что он заплатит Или Рамзан Кадыров там позвонит Скажет, ну, вы там их промучите А мы там потом Но не это самое отвратительное Не самое отвратительное даже Когда вот эта вот нечисть Которая Ну, абсолютно вот эти тупицы Их заточили Да, они там тренируются Все там Но они Самоутверждаются не на ринге Не в октагоне Они вот здесь Они пришли И парня, который не умеет себя защищать Стали бить Причем не то, что там Вот хотя бы давай один на один Понятно преимущество Человек тренируется Каждый день Это его профессия Понятно, что он не подготовлен Какого-то там блогера Который За клавишами тренируется Конечно, он его побьет Но здесь даже этого нет Нет, подойти Из-под тяжка ударить Это все равно, что ударить ножом Вот просто взять Со спины Подойти И ударить ножом Это бесчестные люди И надо понимать Что ты имеешь дело С бандитами Если ты разговариваешь С каким-то ублюдочным существом Который тебя вызывает на стрелку Ты должен понимать Что так поступают только бандиты И ты встретишься с бандитами Хорошо Ну ты такой смело идешь Ну возьми с собой такой тесачок Вот так И когда кто-то там ищет И этот тесачок так покажи И уже вот эти мастера мордобоя Которые всемиром одного не боятся Они уже подумают А вдруг ты порежешь еще кого-то Вот Ну тогда имей в виду Что против тебя То же самое могут применить И даже покруче Ты нож вынешь А они вынут огнестрел И этой эскалации не будет предела Ты готов рисковать своей жизнью Вот ради того Чтобы как-то с этими ублюдками Встретиться И что-то там им Ты же им ничего не объяснишь Ничего не объяснишь Но не это самое То есть не вот эти ублюдки Которых тренируют Для оскорбления Унижения русских людей Не этот блогер Который оказался Под патронажем Рамзана Кадырова Не это Самое отвратительное Это поведение полиции И еще какого-то выродка Который якобы Мирить их стал Вот блогеры Поцапались И А вот теперь Некий мастер Организации концертов С лысым черепом Очочки Чтобы бессовестные глаза Прикрыть такие Затемненные И борода Он сам на абрека похож И вот это существо Начинает нас мирить С чеченцами Между нами Море крови Пролегло Мы не должны Забыть И никогда не забудем Вырезанные Целые станицы В Чечне Изгнанные 300 тысяч Русских людей Которым правительство Правительство Ельцина И правительство Путина Ничем не помогло Вообще ничем А этим бандитам Их семьям Даже семьям погибших Бандитов Всем помощь была оказана Всем Из федерального бюджета За наш счет Собрали эти изменники Самозванцы Там Путин И вся его кодла Они финансировали И сейчас продолжают Финансировать У Путина такой комплекс Он вот с детства Вот с кавказцами Столкнулся И у него комплекс Такой Комплекс неполноценности Но он сам Такая персона Неполноценная Поэтому у него Этот комплекс есть Но тут ничего не поделаешь Но полицай Произошло Произошло событие Которое зафиксировано И тут не может быть Примирения сторон Потому что здесь Одна сторона Это одинокий русский мальчишка А другая сторона Это группа бандитов Приехавшие на шикарном автомобиле И которая якобы защищала Это вот существо Жирную тварь Вот эту Вот Я не раз это повторяю Это именно так И именно так нужно относиться К подобному Какой-то Слушайте Вы вообще Зачем слушаете Какого-то Чеченский блогер Это какой-то нонсенс Чтобы его слушать И с ним ругаться Вам делать больше нечего То есть вы книжки Не читаете Вы не общаетесь С нормальными людьми Вам надо вот с этим уродом Вступать в какие-то Взаимоотношения А какие они могут быть Только самые мерзкие Но мерзее всего Это полиция Колокольцева Она должна была Возбудить уголовное дело Это не претензии сторон Друг к другу Если два человека Столкнулись Прилюдно Подрались То уголовное дело Возбуждается И оба на 15 суток Садятся Но если есть жертва И есть ее палачи Как вообще можно мерить Вот этот вот Концертный выродок Якобы он помирил там И даже запись такая Просто вот абсурд Мы не позволим Вбить клин Между русскими и чеченцами Там даже так Безграмотно написано Вбить клин В дружбу между русскими и чеченцами Да это и дружба быть не может Не может быть Она через века Может быть даже Возникнет даже Такая самая возможность А если вы там дружите Я понимаю Я встречался с достойными Чеченцами Которые с оружием в руках Дрались против Дудаевских и масхадовских банд Вот это были достойные люди К сожалению Они все ушли в подполье Потому что Путин на стороне этих бандитов Так и остался Но он собственно и был Он же их А не наш Вот он их Но сейчас Никакой возможности Какая дружба Ее быть в принципе не может Мы уже Этих примеров Настолько много Что о какой-то дружбе Говорить невозможно Невозможно И тот кто о ней говорит Тот сам является Просто самым Конченным Никчемным Мерзостным человеком Вот это вот существо Концертное Плюс полицаи Которые должны были Возводить уголовное дело Определить степень ответственности Тех кто напал На этого мальчишку Но он практически Ничего не смог сделать Подставлял лицо под удары Вот Ну там Голова крепкая Он там поднимался И так далее И конечно Вот эти Птенцы Гнезда Колокольцева Которые замяли Ну там Кто-то позвонил Сказал Ну давайте Мы это Замнем Примирением сторон Не может быть Примирения сторон Здесь Ни в коем случае Не может Есть жертвы Есть бандиты Все это прилюдно произошло Все это зафиксировано На видеосъемкой Должно быть уголовное дело Организатор Организатор Этого беспредела Это жирная свинья Должен сесть На год На два Там в тюрьму А те Кого он пригласил Ну Не то что На 15 суток Это как-то маловато Тоже где-то Год-два Они же лично Кулачки свои прикладывали Не к тем Кто им равен Да Не в регламентированной схватке А где все подлости Вот все Вся подлость вылезла Вот И последнее Это рекомендации Ну во-первых Никогда Никаких стрелок Стрелки В сети Забивают Только трусы Заведомые трусы А трус Он готов На любую подлость Поэтому Никакие Сами никому Стрелки не забивайте И никогда Не отвечайте На это Ну что тебе слабо Ну ты что тебе слабо Вот А для тех Кто Попадает В сложную ситуацию Ну ты слабый Ты слабый Да И против тебя Несколько Во-первых Если ты упал Это не значит Что надо скорее Подниматься И получать Новую Плюху Там Физиономию Ты Медленно Медленно Не торопясь Да Тебе еще Может достанется Смотри Глазами Там Локоток Подставь Если тебя Ногой Там Хотят Приложить Они же Такие Они же По-другому Не могут Они ногой В голову Могут Ударить Или Поддых Все Вот Особенно Эти Азиаты Азиаты Вот Иногда Съемки Попадаются Они же И друг Друг Так Лупцуют То есть Человек Лежит Уже Без дыхан И нет Он подойдет И со всей силой Ботинком В голову Обязательно Ударят Эти дикари Они же Не знают Никакой Грани Ни чести Ни совести Вот Если Лежишь Полежи Немножко Тихонько Встань Потом Краем глаза Посмотри Нет ли Рядышком Там Дощечки С гвоздем Кирпичика Вот И не надо Там кричать Ну что Там Подходи Снова Нет Тихонько Подошел Дощечкой С гвоздиком В башку Дал Пусть он Туда Войдет По шляпку Это будет Нормально Это будет Нормально Да Потом Может быть Там Будет Плохо Но если Ты Всерьез Зарубиться С бандитами Готов И умереть Но И им Ты не должен Ничего Прощать Вот Кирпичем Подошел Дал В башку И все И все Да Прям в висок В висок Чтобы он Вырубился И следующее Не надо бросать Какой-нибудь Следующий Кто там Еще Да Если Если есть Не пугать А если Есть Возможность По дистанции Подойти Два шажка И прям Впечатал В физиономию Этот кирпич Хорошо Хорошо Но у Тренированных Людей У них И реакция На тренированных Да Они же Все-таки Тренируют Ты не тренируешься Да Поэтому Вот так Подставил голову Получил физиономию Не надо Подставляться Да Ручки должны быть Да Движения рук Противника Да Если Что-то полетело В сторону И руку Подставил Да Отклонился Все эти Движения Они же Естественные Да Не надо Лезть На кулак Да Ты же видишь Сейчас тебя ударят Да Ну Заблокируй Эту руку Сам Ударь Ладно Не нужно Они не нужны Вот Если Ты готов Зарубиться Значит Ты готов И убиться Да И Если сражаешься Нет регламента Для них нет ничего Совести у них нет Краев они не видят Значит У тебя не должно быть краев Иначе Ты будешь Холодным трупом А они будут Хвалиться Что они русского убили Вот Поэтому Все средства Хороши Ну Лучше нету Каратэ Чем в карматах Есть возможность Приходить с огнестрелом И если они дернулись Ну Дернулись Всех перестрелять Всех Да тебя посадят И так далее Ну как перестрелял Сразу позвонил В полицию Сказал Да Вот я тут Тут на меня банда напала Я их перестрелил Ну извините Уж вот так вышло Ну посадят на год На два Может быть Вот если сбежишь То посадить Если будешь прятаться Посадить надолго Потому что Ну тогда значит Намерение было А тут ты Сожалеешь Да Это четко Если это произошло Изувенчил кого-то Даже если за тобой Правда Не надо скрываться Вот правда Она не должна скрываться Да Могут там по беспределу И засадить Особенно если Рамзанчик позвонит Если из администрации Поступит сообщение Конечно Да Вот если Если ну нет Нет ничего И вот уже Конфликт Да Если ты кулачком Да То человек подготовленный Отклонится в сторону Или рукой смахнет Смахнет твой удар Он готов Вот Поэтому другие методы Не боксерские Не боксерские В горло В горло Не глядя Да Он Откачнется Но получит в горло Вот Либо Внутренней стороной Либо внешней Да Вот Он тебя хочет ударить Ты закрываешь Или говоришь Да ладно Да И тут вот В горло прилетает Это достаточно будет Достаточно Вот Ну Если чуть дистанция побольше Протянул руку В пах Носочком ботинка В пах Он наклонился Локтем в башку Или тоже Надел на ребро руки Прямо Прямо в горло Не надо Надо вот бить в горло В шею Что там Да Да они привыкли По морде получать Они же Ну вот Если смотрите Какие-то Передачи по боевым искусствам Ну все Все в крови И они продолжают биться То есть у них Этот настрой Поэтому нет Только выключить Выключить ты можешь Да И то есть Тебе грозит реальная опасность Твоей жизни Вот Перед тобой там Бугаи Который вот этот Жирный ублюдок пригласил И что ты И ты ждешь Когда тебе Морду расквасит что ли Или вот они Подошел сбоку И когда ты не видишь И тебе Мощный удар в голову наносит Да Ты же Ты должен видеть всех там Да Ты должен понимать Куда ты пришел Не надо торопиться Там это вот Вот это жирная свинья Ну ты же знаешь Что Это подлец Ну тогда ты посмотри Вокруг то Где его Сообщники Вот И не надо там Позволять себе Со спины зайти Да Ты вот ругаешься Они тебя окружают Потом тот То сбоку ты не видишь Тебя Тебя бьет И ты с ног Падаешь И все Ты оскорблен И сбит И так далее И Никакого ответа А потом еще Идти Мириться с ними Да это что это такое Ну наверное Это только Вот эта блогерская профессия Вот это Это может быть Да нет Ты должен вернуть Этот должок Да Там не по-христиански Но это враги Понимаете Это враги Христа Это враги русских людей Поэтому должок Разными методами Можно вернуть Разными Я не призываю К тому чтобы С бандитами Расправляться Бандитскими методами Ну у вас других нет Ну по крайней мере Натравить на эту Шваль полицаев Почему нет Пусть одни Негодяи Других мочат И так далее Какое может быть Примирение В тюрьму И навсегда Вот лучше Чтобы они оттуда Не выходили уже Да их готовят Именно для этого Вот этих бандитов Ублюдков Их жирных Которые якобы Блогерами являются Их готовят Для того чтобы Они провоцировали Вас спровоцировали Вы пришли на стрелку Как дурак И получать Вам в морду Достается А тех Кого тоже готовят У них разделение Профессий Так вам не надо Совмещать одну профессию С другой Но если готовитесь Ну какие-то элементарные Знания Надо иметь Чтобы Ну не то что отбиться Но чтобы не быть Просто грушей Для битья Желаю всем Русским людям Иметь навыки Боевых искусств Если есть опасность Ходить как минимум С ножом Если есть там Травматический огнестрел Надо его С собой Приносить На стрелки Никакие не отвечать Ни на какие слабо Это у них слабо У подлецов Слава Руси Господи спаси Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok